Грязная горячая вода. Сегодня тема номер один для большинства жителей Красноярска. Собираясь на работу, многие не смогли принять душ. На дне ванн остается мелкий песок. С чем это связано и как долго продлиться, выяснял Вадим Куликов. Утром встают все, молятся молодежь. Всем ванны надо. Если днем горячая вода успевает пробегать по трубам и выглядит более-менее, то утром в ванную лучше не заходить. Стоит характерный болотный запах, а на дне остается черный песок. На работу многие красноярцы убежали, так и не приняв душ. Взбивает, бежит, 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 бежит. Молодежь в основном. Они рано стоят, они моются. Ну, мутная, вот такая мутная. Ну, так и посуда тоже, ну, такую, тоже посуду мыть такую. А потом кушать же ее. Она надо обмывать чистой водой. И такое уже второй день. Но даже ради сотни тысяч красноярцев ситуацию исправить нельзя. Всему виной весенние паводки. С манны сошел лед, на Красноярской ГЭС увеличились сбросы, дожди и талые воды. Устроили в Инисее такой водоворот, который и поднял всю грязь со дна. По мутности и содержанию железа есть незначительные отклонения в пределах нормы. По микробиологическому составу вода полностью соответствует нормативам. Поэтому какого-то вреда здоровью она не несет. Хотя эстетически, конечно, такой водой пользоваться не очень приятно. Сейчас на ТЭЦ пытаются улучшить качество горячей воды с помощью химической обработки и кипячения при свыше 100 градусов, чтобы избежать вспышек каких-либо эпидемий. Сейчас фильтр водозабора не в состоянии справиться с тем потоком мелкого ила, который поднялся со дна реки. По оценкам специалистов, такая ситуация в Красноярске может продлиться еще несколько дней. То есть в ближайшие 2-3 дня в городских ваннах будет оставаться грязный осадок. Вадим Куликов, Денис Корнилов, Александр Шастин. Вести. Красноярск.